Его еще на земле сказали, что бы ты не увидел, ты должен сказать, что узел поврежден. И что ты его ремонтировал специальными для этого изготовленными приборами. Он сказал, нет, узел как новый, как завод. Мы говорим, ну как же, мы договаривались. Он сказал, тогда пришлите мне радиограмму за подписью генерального конструктора. И от него отстали. И Рюмин и Коваленок продолжали быть космонавтами. Камера, станция работала. И все это было в дальнейшем нормально. Но потом один из тех начальников, который в дальнейшем стал начальником, должны были подписать затопление станции, это был Рюмин. Его спасли и так далее. Не все знают, или уже не все помнят, что на центральном телевидении Георгий Гречко много лет руководил каналом, но как-то он назывался, «Фантастический мир» или что-то в этом роде. Для этого канала снимали научные популярные фильмы по авторам, фантастам, по Астругацким и по другим. Потом была передача, он довольно довел прогноз погоды с Георгием Гречко. Причем это все демонстрировалось какими-то очень интересными фактами. Ну а в книге, которую я сейчас демонстрирую, она написана легким таким языком, как будто бы ничего не происходило. И даже так остраненно и довольно легко написаны те эпизоды, когда его жизнь висела на волоске. Но он это делал. Вы знаете, он был чрезвычайно веселым таким человеком. И рядом с самой серьезной работой, это было удивительно. Ну, например, мы уже, когда он не летал, мы много общались по телефону. Но в Москве, я в Ленинграде. И я звоню ему, а мы хоть не здоровались, а просто голоса знаем, и сразу задавали какой-то вопрос. И я ему говорю, Жора, ты уже сделал зарядку? Он говорит, ну а как же, еще 20 лет назад. Или он мне вдруг какой-то анекдот, что Бог говорит Адаму, что ты мне один тут скучаешь в раю, я тебе приведу жену. С тех пор иногда мы говорим, не переведи, Господи. Я хочу сказать, ну вот, он скончался. По-моему, я один из нашего города ездил на его похороны. Этим печальным действием руководил Сергей Королев. Но нужно сказать, что Королев, будучи нашим студентом, работал в студенческом конструкторском бюро. Я руководил этим конструкторским бюро и еще вел бюдо на спортивной кафедре. И он потом стал космонавтом. В этом конструкторском бюро мы сделали много аппаратов для подводной съемки. Кино, фото. И был один аппарат, который был уникальным. Однажды Жора пришел ко мне и сказал, что у него есть эта гипотеза о строении атмосферы Земли. Он кое-что наблюдал из космоса, но ему говорят, что нужны доказательства его такой гипотезы. Но для этого нужен какой-то прибор, который нужно создать. Приборов таких не было. Ну и мы как-то на это пошли, решили, да, конечно. И мы не поняли, во что мы вбухались. Потому что нам пришлось уже изучать и астрономию, и многие другие предметы. В конце концов, этот прибор мы создали. Это было, он, 8 лет мы его делали. Потому что то в главкосмосе деньги кончились, то потом институт финансировал, кончились. И потом уже все работали бесплатно. Испытали прибор на обсерватории, на разных заводах. Специально создавали микроэлементы для этого прибора. Ну, наконец он полетел, и с его помощью были получены уникальные результаты, которые подтвердили гипотезу Гречка. И на это и батя потом защитил докторскую диссертацию. Название физика математических наук. Потом этот наш прибор был представлен на премию Совета Министров. Но мы заняли второе место. А первое место заняла ракета «Булава». Которая сразу после этого взорвала подводную лодку «Курск». Я хочу сказать, что вот люди уходят, но остается память. Для себя я давно сформулировал такое понятие, что мы живем среди людей. И, как сказала Людмила Кирилловна, мы рассеиваем среди них свою энергию. Энергию умственную, физическую энергию нашего тела и многое другое. Но поскольку из физики мы знаем, что энергия не исчезает, не пропадает, она превращается из одного вида в другой, я считаю, что она превращается в память. У моего друга, поэта и ученого Александра Городницкого, есть такое техотворение, в котором есть такие слова, что только верная вдова сумеет память сохранить, когда мы прекращаем жизнь. И Людмила Кирилловна, которую мы очень любим и уважаем всей нашей небольшой семьей, и такой же любовью она пользуется у многих людей, является вот такой пример. Она делает все для того, чтобы сохранить эту память. Так получилось, что когда я хоронил в Москве, в этот же день я хоронил другого своего друга на разных кладбищах Евгения Евтушенко, которому тоже много лет дружили. Спасибо.